МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С первых дней жизни дорога около детской поликлиники номер 3 разбита. В заседании Американо-российского делового совета принял участие рязанец. Каких договоренностей удалось достичь? Красное озеро обнаружили в Рязанском районе рядом с поселком Искра. Соответствующее видео сняли местные жители. Автор ролика сообщает, что лед на озере имеет цвет вареной свеклы. Администрация района уверяет, что причин для беспокойства нет. В ситуации разбирался Валерий Седов. Прямо как в фильме ужасов недалеко от поселка Искра, кроваво-красное озеро пугает своим видом проезжающих мимо автолюбителей. Заметить его не так уж и просто. Он находится недалеко от поселка на второстепенной дороге. Вот только проезжая мимо него, наверняка у любого водителя могут появиться вопросы. Самый главный, конечно же, касается самого водоема и живности в нем. Вот такой вот красивый водоем с красным льдом. Не пугает озеро только местных жителей. К его цвету они привыкнуть успели, а к запаху и подавно. Дело в том, что это никакое не озеро, а пруд-накопитель. Пруд построен в середине 70-х годов и все время используется в целях свинокомплекса. Красный цвет появился порядка четырех лет назад, после того, как очистные сооружения свинокомплекса заработали в полном технологическом цикле. А красный цвет – это следствие пигмента, вырабатываемого бактериями в процессе их жизнедеятельности. Сотрудники предприятия рассказали, что это замкнутый цикл. Сюда поступают стоги после биологической очистки. Циклы в ней такие же, как и на городских очистных сооружениях. Потом эту воду забирают, качают на гидросливы и опять используют. Уровень воды в пруду остается неизменным – полтора миллиона кубометров. А за соблюдением выполнения законодательства постоянно наблюдают надзорные органы. Пруд соответствует всем нормам и показаниям и ежегодно проверяется поднадзорными органами Росприроднадзора. В 2017 году сотрудниками Росприроднадзора проводилась комплексная проверка предприятий, подлежащих федеральному надзору. Осмотрели и АО «Рязанский свинокомплекс». По словам ведомства, нарушения были выявлены, но незначительные. Такие, как недостаточная очистка сточных вод, негерметичность очистных сооружений и так далее. То есть нарушения, которые могут возникать и устраняться силами предприятия. АО «Рязанский свинокомплекс» был оштрафован. Выявленные нарушения устранили. Хочется еще раз сказать, что это пруд, который имеет иногда красноватый оттенок. Это показывает то, что очистные сооружения производят очистку сточных вод, эксплуатируются, работают в соответствии с их назначением и производят очистку. Однако другой контролирующий орган, природоохранная прокуратура, выявил другие нарушения при работе. Природоохранной прокуратурой в текущем году была проведена проверка деятельности Рязанского свинокомплекса по эксплуатации гидротехнического сооружения. И было установлено, что это сооружение эксплуатируется с нарушениями действующего законодательства. Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнического сооружения. Отсутствуют лица, которые имеют соответствующую квалификацию по эксплуатации гидротехнического сооружения. Отсутствовали критерии безопасности гидротехнического сооружения. По всем нарушениям вынесено представление в адрес организации, но оно не было удовлетворено. В связи с этим сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд. Ведомство возложило обязанности на предприятие обеспечить безопасность пруда накопителя. Также в управление Росприроднадзора направили информацию о цвете пруда накопителя для необходимой проверки. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Впавшего в кому студента Рязанского колледжа никто не избивал. В региональном следственном комитете сообщили новые подробности уголовного дела. Напомним, что накануне в СМИ появилась информация, что впавший в кому рязанский студент получил травмы в драке после того, как заступился за девушку. Студент Рязанского педагогического колледжа попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой 24 октября. Ранее сообщалось, что он вернулся в общежитие после тренировки по боксу и пожаловался на головную боль. Ему вызвали скорую. Вне отложки подросток впал в кому. Перешел в себя только через две недели. 16 ноября железнодорожным МСО регионального следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Между тем, в сети начали появляться разные версии произошедшего. Одна из них – травму он получил во время занятий спортом, другая – молодого человека избили. По предварительным данным, по данным следствия установлено, что телесные повреждения молодой человек получил в результате произошедшего между ним и еще одним студентом, проживающим в этом же общежитии, боксерского спарринга. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событием будет дана по результатам расследования. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причастных лиц, также изучаются круг общения пострадавшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ямы ухабы с первых дней жизни. Дорога около городской детской поликлиники номер 3 давно разбита. Качественного асфальта нет и на метре поверхности, а ведь каждый день по ней проезжают десятки автомобилей, пассажиры которых – маленькие дети. Подробности в нашем сюжете. Трясет, как на сельской дороге, но это черта города. Более того, подъезд к городской детской поликлиники номер 3. Зашла к Балмам, ребенку окажут квалифицированную помощь, но доехать до нее бывает крайне сложно. Отвратительная дорога. Сколько лет она уже, и ни ремонта, ни капитального ремонта, ни ямочного никакого. Ужасные дороги. Очень жаль машину, очень жаль детей, которые трясутся в этой машине. Ужасные. Безупречная дорога, можно сказать, в кавычках. Дорога безобразная, на самом деле. То есть, не очень рады. Объезда нет. Либо парковаться в начале улицы и идти с маленьким больным ребенком сотни метров, либо трястись на кочках. Причем, бывает, здесь родителям приходится часто, ведь дети постоянно должны находиться под контролем специалистов. Приходится ездить часто. Да. Раз в две недели порой, иногда чаще. Сейчас вот на физиопроцедуры ездим. Каждый день. В шоке. Если раньше дорога вела к тупику, за которым находилось лишь поле, то теперь на месте бывшего пустыря вырастает новый микрорайон. Нагрузка на дорогу увеличилась. По словам местных жителей, на прошлой неделе отремонтировали небольшой участок. Однако он ведет не к поликлинике, а к жилым домам. Добивались у нас жители, ходили наши, много просили, писали везде. Почему-то только вот этот участок выбрали, не знаю. А вот здесь вот так вот все и у нас, видите, в канавах, в ямах. Ямы не глубокие, но их очень много. Местами ими усыпано все дорожное полотно. Поэтому проехать и не зацепить хотя бы одну крайне сложно. Это не получается даже у старожилов. С 2002 года мы здесь живем, по идее. Я даже что-то не могу припомнить, чтобы здесь сделали ремонт. Не, ну какой-то такой, знаете, косметический, может, что-то и делали, типа ямочного ремонта. Но чтобы глобального, я не видел здесь. Стоит отметить, что в прошлом году отремонтировали дорогу перед детским перинатальным центром, который находится в соседнем здании. Однако будет ли ремонт около поликлиники, неизвестно. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». На декорации для фильма ужаса похож зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха. Напомним, что месяц назад администрация Рязани сообщила о начале благоустройства территории. Снесли старую сцену и вырубили деревья. В каком состоянии театр сейчас, знает Валерий Седов. Зеленый театр находится практически в самом центре парка культуры и отдыха. Наверняка все пешеходы видели его. Осколок прошлого, который так и остался вечным памятником самому себе. Раньше на крыльце висела вывеска «Добро пожаловать». Теперь ее нет. Снесли вместе со сценой. А когда-то давно, по словам рязанцев, место было прекрасным. «Концерты были, показывали, приезжали. Кино каждый день вечером показывали. Ну и так. Развлекательные там какие-то мероприятия еще». «Здесь скамеечки стояли. Там все хорошо было отделано. Вот и народу собиралось очень много». Билет в кино стоил 30 копеек. Попасть на концерт чуть дороже – 60. Правда, цены это примерные. С тех пор прошло много времени. Теперь от бутки киномеханика остались лишь прогалы стен, а от фонарей – металлические каркасы. «Сторожила с удовольствием расскажет вам о том, как приходили сюда с будущей женой или друзьями посмотреть кино или концерт. А теперь от лавочек остались только бетонные основания, а от зданий – ветхие призраки уходящей эпохи». По сцене, на которой в свое время выступали десятки актеров, теперь может пройтись любой желающий. Правда, стоит остерегаться старого здания. Оно может и обрушиться. Дверей и окон больше не осталось. Сейчас это пустые глазницы места, в котором можно встретить людей без определенного места жительства или подростков с бутылками алкоголя в руках. «Хотелось, чтобы вот эту вот эстраду восстановили. А почему? Ну, во-первых, здесь растет мой внук, он будет сюда ходить. И хотелось, что, ну и вообще, хотелось, чтобы парк был в порядке. «Нужен, он и молодежь может будет приходить там, ну и тоже концерты какие-то приглашать будут». Оно стало таким в начале 90-х годов прошлого века. В 93-м на сцене показывали все меньше и меньше концертов. А потом и вовсе закрыли. Некогда величественное здание, место культурного развлечения ныне заброшено и почти забыто. Но иногда за ним следят. Так, в октябре 2018 года на все территории вырубили молодые деревья, на которые жаловались местные жители. Остались только пеньки, которые пустили свои корни в асфальтовое покрытие. О дальнейшей судьбе самого зеленого театра неизвестно. Оно так и остается. Забытым красивым зданием днем и пугающим ночью. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Опасность уткам не грозит. Орнитологи прокомментировали ситуацию, сложившуюся на пруду серая шейка. В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что водоем замерзает и птицы могут погибнуть. На месте побывала Дина Исляева. Пруд замерз, но не полностью. Большинство птиц сидят на берегу, остальные находятся в полыне. По словам орнитологов, отсутствие возможности плавать в водоеме для уток не так страшно, как перспектива остаться без корма. А его в пруду зимой не найти. Пруд – это только способ укрыться от опасности. Охотиться на уток могут бродячие собаки, ястребы, даже лисы приходят в город зимой. Днем птицам бояться нечего. К вниманию людей они привыкли. Галина привела детей кормить уток. Хлеб купили рядом в небольшом киоске. Мы от этого не обедимы. Интересно, где еще такую природу видишь? Кормить птиц хлебом можно, но это далеко не лучший вариант, рассказывает орнитолог Елена Феонина. Черный лучше исключить. От него могут быть проблемы с пищеварением. Белый давать можно, но только если на нем нет плесени. Хлеб лучше подсушить дома и нарезать на небольшие кусочки. В небольшом количестве хлебом подкармливать можно. Если на улице мороз и других каких-то источников корма в принципе нет вообще никаких, то лучше хлебом, чем вообще ничем. Но если есть возможность принести уткам какие-то другие корма, то лучше приносить крупы. Что касается круп, которые обычные наши, которыми мы сами питаемся, рис, пшено, очень часто дают и гречку, то в сыром виде, в сухом виде эти крупы давать птицам не рекомендуется. Лучше их отваривать. В прошлом году на этом пруду орнитологи насчитывали до 150 особей. Сейчас, возможно, птиц меньше. Но беспокоиться за их судьбу не стоит. Птица, если условия для ее выживания будут не лучшими, может перелететь на другое место. Выбор водоемов в Рязани большой. Подкармливать в городе начали не только уток. Большинство жителей уже вывесили кормушки возле домов. Синицы, воробьи и даже снегири на них частые гости. Елена Феонина приготовила для птиц ожерелье из сала. Птицам зимой не страшен холод, если они сыты. Они очень много энергии тратят на обогрев собственного тела. Поэтому высокоэнергетичные корма для них очень важны. Это и сало, и подсолнечник, семечки, потому что в них тоже много жиров. Вот мы здесь повесили на ягодное растение. Птицы все равно будут прилетать сюда, потому что ягоды для них очень выгодный тоже вид корма. И они обязательно здесь найдут и будут кушать. Самый универсальный и доступный корм – семечки. Они должны быть не жареные и не соленые. Птицам в кормушку можно насыпать любые зерновые в оболочке, ячмень, просто пшеницу. Не откажутся птицы от орехов. Орнитологи призывают рязанцев, если вы решили завести кормушку, то обязательно следите за тем, чтобы всегда в ней была еда. Птицы, привыкшие обедать в одном месте, могут погибнуть от холода, если не найдут корм. Особенно важно кормить птиц, когда на улице морозы или сильный ветер. Пока отсутствие еды для птиц не так страшно. На деревьях еще есть рябины и другие ягоды. Можно найти желуди на земле. Период, когда без помощи человека им не выжить, начнется в январе. Так что еще есть время сделать кормушку своими руками из подручных материалов и повесить ее рядом с домом. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанец принял участие в заседании Американо-российского делового совета. Наш регион представлял главный врач ОКБ, доктор медицинских наук Дмитрий Хубезов. С медицинской миссией в Америке главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов налаживает профессиональные контакты. Вчера он посетил несколько клиник в Бостоне. Этот город считается медицинской столицей Америки. Здесь огромное количество клиник, ведущих по рейтингу клиники. Единственный детский ожоговый центр, клиника, где впервые была выполнена операция под наркозом. То есть здесь все дышит этой историей развития хирургии и медицины. Плюс здесь Гарвард, плюс здесь МАЙТИ. Это типа наши Бауманки, ведущий центр технологический. Там, по-моему, более 80 нобелевских лауреатов. То есть это, скажем, интеллектуальная столица. Поездка проходит в рамках Американо-российского делового совета. Это неправительственная ассоциация частного бизнеса США. В его состав входят практически все крупные американские компании, работающие на российском рынке или заинтересованные в размещении капитала в нашей стране. Главному врачу ОКБ удалось посетить несколько клиник. Среди них одна из базовых клиник Гарварда и Центр симуляционного обучения молодых хирургов. Две операции удалось посетить. И, в общем, полностью как имюдженси устроила эта скорая помощь, как приемно-диагностические отделения устроено. И посетил две операции. Увидел новое оборудование, которое вообще в мире еще не используется. Как раз фирма производит здесь, в Штатах. И вчера посмотрел, а там доскопическая была операция. Клиника знаменитой трансплантации печени. Здесь делают 120 таких операций в год. Сегодня Дмитрий Анатольевич посетит еще три клиники. Однако главная задача – организация стажировок для наших рязанских специалистов. Такое поручение дал губернатор. Анестезиолог, именно стажироваться по трансплантологии. Сегодня же хотим пригласить еще доктора Питера Марсела. Это колоректальный ведущий хирург в Америке. В то же время американцев заинтересовала рязанская программа подготовки специалистов. Особенно понравилась пересадка рыла на мини-пиках. Стоит отметить, что результатом поездки станет суммирование зарубежного опыта и подготовка проекта по его внедрению в нашем регионе. Галина Кудряшова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Рекомендации по выбору профессии получат более 2000 школьников. Профориентационная акция «Перспектива» проходит в 10 удаленных районах Рязанской области. Школьникам рассказывают о профессиях будущего, которые будут востребованы как в регионе в целом, так и конкретно в их населенных пунктах. Конечно, рассказываем про цифровую экономику, про те профессии, которые востребованы в цифре. Это аналитика больших данных, обучение программированию, и создание нейронных сетей, и глубокое машинное обучение. То есть это такие профессии будущего, которые только-только зарождаются. То есть ребята о них тоже узнают. Но в то же время мы говорим, конечно же, про традиционные профессии, которые востребованы и учителя, и врачи. Работа ведется в несколько этапов. На первом дети проходят задания, которые помогают выявить их сильные и слабые стороны. На основе полученных данных получают рекомендуемую профессию. С ней начинают работу в проектной команде, разрабатывают общую идею. На втором этапе школьников ждут встречи с лучшими специалистами, которые рассказывают о нюансах своей профессии. Стоит отметить, что акция уже прошла в пяти районах Рязанской области. Впереди еще пять. Памятник Петру Первому установили в селе Дубровичи. Его изготовил скульптор Олег Седов, автор памятников Евпатию Калаврату и Александру Невскому. Статуя выполнена из бронзо-латунного композитного материала и затонирована под старую бронзу. Кроме того, в рамках реализации программы местных инициатив в Дубровичах отремонтировали дорожное полотно на улице Кооперативной и благоустроили площадь. Музей, посвященный истории села, откроют в Константиново. Он будет располагаться в помещении амбара усадьбы Лидии Кашиной, одной из первых слушательниц стихов Сергея Есенина. При этом постройку отреставрируют, как и каретный сарай, в который переедет литературная экспозиция. В планах дирекции музея-заповедника также воссоздание оранжереи и Нижнего парка. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Телефон 27-55-55.